В этот день, 6 июля, родились император Николай Первый, третий сын императора Павла. При нем Россия стала одной из самых могущественных держав мира, но закончила царствование тяжелым поражением в Крымской войне. Анатолий Марингов, поэт и драматург. В этот день, 6 июля 1661 года, был основан город Иркутск. Буквально за полвека обычный острог превратился в один из центров Сибири и торговли с Китаем. 6 июля 1899 года состоялась церемония открытия порта Александровск на Мурмане. С 1939 года город Полярный, первоначально главная база Северного флота. 6 июля 1788 года состоялось генеральное морское сражение близ острова Гогланд. Россия как могла пыталась избежать войны за Швецией. Шел 1788 год. Только-только открылся очередной фронт на турецкой границе. А тут дипломаты и агенты всех мастей начали предупреждать императрицу Екатерину о том, что на северо-западных границах что-то неладно. Та и думать не хотела еще об одной войне со Швецией. И настоятельно предупреждала военную. Подтверждаем при том, не начинать неприязненных действий до получения от нас повеления. Разве бы со стороны шведов первый выстрел или какое-либо оскорбление флагу нашему ученино было? Государня и не знала, что вопрос с войной был решен. И Густав Третий Шведский уже рисовал планы по возрождению балтийского могущества своей страны. О том, как все вплоть до Карелии отойдет под его корону. И он уже принял деньги от Англии и Турции, которые не жалели средств на то, чтобы шведы открыли свой фронт. И он уже направился в армию, о чем позже писал другу. Мысль о том, что я могу отомстить за Турцию, что мое имя станет известно Азии и Африке. Все это так подействовало на мое воображение, что я не чувствовал особенного волнения и оставался спокойно в ту минуту, когда отправлялся навстречу всякого рода опасностям. Вот я перешагнул через Рубитку. Вот так романтически был настроен Густав, когда объявлял войну России. Момент для удара король выбрал вроде правильно. Все лучшие русские полки и генералы отправились к Турции, однако уже довольно долго в Балтийских портах собирали крупную эскадру для отправки в Средиземное море. Возглавлял ее герой Чесминского сражения Самуил Грейг. И вот теперь эти силы так пригодились для обороны от северного соседа. 17 линейных кораблей русского флота вышли в море. Но теперь они не торопились к Турции. Их цель была разведать, что предпринимают шведы. И хоть чуть-чуть потренировать экипажа. Ведь в военное время во флот набирали всех, вплоть до арестантов. Да и состояние кораблей было часто плачевным. Но враг времени не дал. До Грейга дошло известие о том, что шведы захватили несколько русских судов, осадили крепость Нейшлот. Теперь точно война. Грейг был настроен решительно. Он сам пошел искать противника. Рано утром 6 июля в флотиле находилась чуть западнее островка Гогланд, когда впереди идущего фрегата дали сигнал «впереди враг». Очень часто пишут, что расклад сил был в пользу русских. И правда, шведы располагали чуть меньшим количеством бортов и пушек. Однако в 18 веке принципиальным было соотношение веса одного залпа. И здесь скандинавы превосходили флотилию Грейга более чем в полтора раза. Сближались противники медленно. И ветер был слабым. Разгад сражения пришлось даже использовать шлюпки, чтобы те буксировали огромные боевые корабли. Два строя вытянулись в линию и неспешно пошли на юг. Один против другого. Наконец, в 15.30 был поднят сигнал к атаке. Больше 30 кораблей окутались пороховым дымом. Началась бойня. Всем пример подавал самый большой корабль Грейга, стопушечный Ростислав, на котором находился сам адмирал. Он вывел из строя флагман шведского командующего, герцога Зюдерман Ланского, Густав Треси. Он же захватил другой флагманский корабль, вице-адмирала, графа Бахтмейстера, принц Густав. Уже смеркалось, всю груду кораблей заволокла дымом, и шведы поспешили к своим берегам. Победа была полнейшая, как вдруг Грейгу донесли, что сильно поврежденный корабль Владислав был отнесен в строй к шведам, и там он сдался. Адмирал приказал броситься в погоню, но поздно наступала ночь. Бой у Гогланда был первым в истории русского ВМФ, где было бы задействовано столько сил, целые 17 линейных кораблей. И этот дебют явно удался. Шведский король намеревался захватить контроль над морем, а затем двадцатитысячным десантом взять русскую столицу, Петербург. Однако все его планы пошли ко дну.